Очень интересная статья, в которой говорится «Население Италии хочет закрыть магазины в воскресенье». Идея состоит в том, чтобы дать работникам время провести со своими детьми и ходить в церковь. Интересно, какую церковь они имеют в виду, в которую хотят ходить люди? В статье говорится «Законы будут укреплять давние традиции, такие как воскресный ланч в кругу семьи, предоставляя работникам розничной торговли необходимые перерывы и позволяя потенциальным покупателям ходить на мессу». Таким образом, именно воскресный закон поддерживается Римом, Ватиканом. Вся цель воскресного запрета на совершение покупок состоит в том, чтобы люди могли пойти и отпраздновать мессу, католическую мессу, отступническую мессу. Это ясно показывает нам, что это, несомненно, повестка Дня Рима, повестка Дня Ватикана. Давайте посмотрим на другую статью, в которой говорится, что в Великобритании уже запретили движение. Сразу после того, как Грета Санберг выступила в парламенте Великобритании, в то время тысячи человек были арестованы из-за протестов против того, что парламент Великобритании ничего не делает для изменения климата. И помните, что чрезвычайная климатическая ситуация была объявлена всего несколько лет назад. Смотрим далее. Впервые в мире Великобритания объявила чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата. Итак, очень ясно, что все это продвигается Римом. Обратите внимание, что говорится. Эдинбург закрывает дороги в центре города, чтобы сократить загрязнение воздуха. Это похоже на то, что делают в Париже, где они раз в месяц останавливают движение. Нет никаких автомобилей, нет движения по воскресеньям. Далее в статье говорится. Моторизованное движение будет запрещено во время открытых уличных мероприятий в первое воскресенье каждого месяца. Итак, у нас есть изменение климата в воскресенье в Великобритании. Это первый город в Великобритании, который ввел запрет на движение по воскресеньям. Это будет первое воскресенье месяца. Братья и сестры, воскресные движения за изменение климата уже здесь. И это предсказано никем иным, как вдохновенным богом-вестником последнего поколения. Обратите внимание, что написала Эллен Уайт в книге «Великая борьба». Политическая коррупция разрушит принцип любви, справедливости и уважения к истине. И даже в свободной Америке правители и законодатели, чтобы снискать расположение общества, пойдут на уступки требованиям народа и издадут закон, повелевающий соблюдение воскресного дня. Братья и сестры, причина, по которой Эдинбург ввел в воскресенье запрет на движение, заключается в том, что народ требует от правительства сделать что-то в отношении изменения климата. Это связано с требованием народа, и это именно то, что мы с вами видим сегодня. Народ желает что-то сделать для изменения климата в связи с глобальным потеплением. И мы будем видеть все больше и больше воскресных законов, связанных с изменением климата, с запретом на движение транспорта, с запретом на совершение покупок. Очень скоро это придет туда, где вы живете. Издадут воскресные запреты там, где вы живете. Это произойдет очень скоро. Готовы ли вы занять позиции на стороне седьмого дня Божьей субботы? Ведете ли вы других, чтобы не залить истинную позицию относительно субботы Божьей седьмого дня? Время заканчивается. Готовьтесь, будьте готовы и ждите. Иисус скоро грядет. Субтитры создавал DimaTorzok